Я, например, помню, у нас тут был чемпионат мира, да, в свое время, и когда вот это все начиналось, ну, грубо говоря, он на лист стоял штырьком посредине поля и говорил, вот это будет середина поля, да, а потом потепенно вот это начиналось там расти, 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 и потом появился опекинный стадион. До сих пор не верю, что Вася ушел. Еще буквально две недели назад мы писали передачу за кадром, где сидели с ним. Он был очень веселый человек, и в кадре мы, конечно, были с ним серьезные, но за кадром, конечно, это был смех. Мы раз пять-семь начинали только эту передачу писать, и до сих пор не верится, что завтра он не придет на работу. В горячих точках и на концертах, на соревнованиях и в зале правительства. Он везде был на своем месте и уверенно выполнял свою работу. И так 27 лет. Профессия дала Василию Калдашову возможность объехать всю страну, но требовала полной самоотдачи, и Василий был безотказен. Его пришлось освещать и высокие государственные визиты, и чрезвычайные ситуации. И где бы он ни работал, в здании Госдумы России, на базе дальней авиации «Энгельс», На ликвидации последствий взрывов на арсеналах в Ульяновске или Колтубановке, в театрах, школах, парках и дворах родной Самары Василий всегда был собран и выполнял самые разные поручения. Его работа была отмечена благодарностью президента России Владимира Владимировича Путина за большой вклад в развитие российской журналистики и высокий профессионализм, проявленный в освещении тем широкой общественной значимости. Для меня он не был начальником, он был старшим товарищем, товарищем, к которому можно обратиться по любому поводу. И отпуск сдвинуть, куда-то там отпроситься вечером по делам. То есть он всегда в любом вопросе шел навстречу. Ну, у меня просто нет слов. На одну из первых съемок самостоятельную, вот именно там, я поехал с Васей. Для него была первая съемка на гейсе, для меня, в принципе, была первая съемка профессиональная. Вот. И еще, наверное, тогда, вот прям в первый же день, почувствовал какое-то вот спокойствие, какую-то уверенность, которая вот от него исходила. И съемка-то прошла вполне легко, при том, что там какие-то были проблемы, мы там то ли не туда приехали, то ли что-то еще. Оператор информационной службы – особая профессия. Она требует умения носить официальный деловой костюм на протокольных мероприятиях с участием первых лиц и хорошей физической подготовки, ловкости и смелости для съемок в подземных бункерах, на крышах небоскребов, коровниках, котельных. Как никто другой, он был способен запечатлеть красоту и великолепие родной Самары в объективе камеры, находясь на земле или снимая живописные пейзажи с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера. Василий был готов к работе в любой день недели, в любой праздник, в любую погоду. Мы сегодня потеряли не просто коллегу, мы потеряли друга, душу компании, человека с огромным стержнем внутри. Васю я знаю более 20 лет, даже в каких-то житейских моментах, кто первым поздравит с днем рождения, с 8 марта, с Новым годом – это Вася. Наверное, каждому из нас Васе запомнился большим профессионалом, человеком, которых сейчас, к сожалению, мало остается на телевидении. Терпение и сил родным.